Ра-та-ти-та, ра-та-ти-та. И ра-та-ти-та, ра-та-ти-та. О, классно, Лиза вообще, молодец. Сначала хореографы показывают детям движение, после оттачивают каждое. Несмотря на свой юный возраст, девочки не перестают удивлять хореографов из Питера своими стремлениями и умениями. У некоторых ребят есть прям такой хороший прогресс, то есть ты видишь, что какую-то часть они впитали в прошлые разы, и произошла некая такая трансформация в их телах, в их умах. Приятно с сильными танцорами работать. Естественно, не все, но есть сильные. Ты тоже забываешь. Ну, когда ты отпрыгиваешь, ты все время про это забываешь. А там прямо в музыке есть, мимо музыки как будто все ровно выделываете. Чтобы выбрать танцора в постановке, которые планируют поставить приезжие хореографы, они лично провели маленький кастинг и выбрали самых пластичных и сценичных танцоров. Таким кастингом проверили, с кем нам будет комфортно работать. Ну, конечно, тоже за час невозможно выяснить, как в работе дальше он будет, насколько быстро соображать. В процессе наши предпочтения поменялись, в процессе уже, ну, потом постановочной деятельности. Мы не делаем какие-то вещи, чтобы вот исполнителям было приятно, там, вот как весело мы танцуем что-то. Мы делаем конкретное послание, которое прочувствует зритель. Новый танец, над которым сейчас трудятся юные стрекозы, тому подтверждение. Во время репетиции хореографы не только преподают азы танцевального мастерства, но и рассказывают ребятам об идее новой постановки. Ведь танец – это маленькая жизнь, и прожить ее нужно в первую очередь не только телом, но и, самое главное, душой. Ну, они очень позитивные, от них как будто энергия какая-то поступает всегда. И если что-то не получается, то все равно есть цель стремиться к чему-то. Нравятся идеи, иногда какая-то задумка бывает необычная. Эта постановка – одна из четырех, над которыми сейчас трудятся воспитанники студии с хореографами. Надежда и Александр всегда не только дают мастер-классы, но и сами посещают танцевальные занятия, на которых изучают новые техники, направления и хореографические стили. Может быть, именно поэтому они так пришлись по душе ребятам из студии «Стрекоза». Настоящий фурор этот дуэт произвел в 2016 году на телепроекте «Танцы-3». Из тысячи участников Надя и Саша вошли в тридцатку лучших. Первоначально конкурсный отбор проходил глава семейства хореографов, но члены жюри автоматом в проект взяли и Надежду, которая переживала за мужа за кулисами. Это был первый случай за всю историю танцев, когда человек попадает на проект без заявок на участие в нем. Мы развеяли свое представление о том, что есть какой-то волшебный мир, где что-то суперсложное, и там собираются только лига супергероев. Мы поняли, что там обычные люди, такие же, как и мы, и просто у нас пропали страхи. Нам стало легче теперь все вообще воспринимать. В Благовещенск Надежда приезжает уже в третий раз. Саша прибыл впервые. Работать над хореографическими постановками для танцоров из Трикозы они будут до 6 апреля. Причем ребята не только ставят танцы, но и принимают участие в разработке костюмов, образов и общей концепции отчетного концерта коллектива, который намечен на май. Ростислав Азизов, Максим Шейкин, Первобластной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова